Асан Ягубович, добрый день. Я безмерно рада видеть вас у нас в гостях, потому что вы давно не виделись. И у вас за это время много значимых событий произошло. Но вообще-то я считаю, что ваша вся жизнь – это значимое событие. Но я хочу остановиться на двух событиях. Это то, что вы стали почетным гражданином города Черкеска. А этой чести, конечно, удостаиваются только самые уважаемые граждане города. И второе – это премьера Донжуана. Пожалуйста, по порядку расскажите. Вы знаете, из всех чувств вообще людских, которые наделены мы от Бога, Ну, есть любовь и прочее, какие-то очень перво-как бы значимые, да? А мне кажется, что все-таки чувство благодарности. Очень важно, когда человек умеет быть благодарным. Независимо от того, от степени значимости или масштабов того, что в отношении к нему сделали. Я не знаю, чем я заслужил, но мне очень приятно было, когда мне сказали и единогласно проголосовали. Спасибо мэру. Видимо, вот это пошла от него, наверное, инициатива. Почетный гражданин. Ну, просто надо его оправдать, наверное, это не просто какой-то формальность какая-то. Все равно, вот, вы сказали правильно, это обязывает ко многому. Донжуан. Ну, вы знаете, во-первых, классика, она всегда остается классикой, да? Вот, ее можно ставить. Другое дело, сможешь ли ты это вытащить, что-то новое, хочется сказать. Все поставлено, переставлено. Потому что перед этим, если вы заметили, у нас Островский, Чехов, значит, Шекспир. Это второй раз мы обращаемся к Мольеру. Первый раз мы поставили Тракешицу. Из более чем полутора тысяч театров России, из регионов, заявленных на фестиваль в Москве, по линии союз театральных деятелей, из полутора тысяч было отобрано семь театров. Семь. Мы в их числе. А в этот раз, скажу честно, это конец сезона. Я думал, покажу на небольшое количество людей, а в сентябре, когда сейчас новый сезон, набьет подряд, два дня подряд, будем играть премьер, как обычно-то мы делаем. Я опять-таки благодарен. Вот какое-то количество человек, 150-200 человек в нашем городе, я не знаю, по переписи, сколько сейчас вообще в городе живет нас, жители городских, но 200 человек, 150, это уже театралы. Они ходят к нам, они проходят через кассу, их никто не заставляет, их никто не агитирует, они приходят. Ну, в основном, женщины, конечно. И вот я благодарен. Оказалось, что такое 200 человек, это же, знаете, две трети зала филармонии. И остается там некоторое количество мест, которые для приглашенных, ну и так далее. Так что это отравно, это хорошо, когда ходят. Касанекович, почему у вас всегда приглашенные режиссеры? У нас что, своих нет? Или вы сами не можете ставить? Вот почему каждый раз у нас новый режиссер? Ну, во-первых, этого требуют условия гранта, это федеральные деньги, на которые нам дают возможность приобретения, какое-то там, допустим, чисто техническое приобретение, да, там свет, звук и так далее. А другая часть должна идти на постановку. Допустим, я как режиссер не имею права ставить на эти деньги спектакль. Я вынужден приглашать. И слава богу, у меня есть кого приглашать. Вот эти все названные четыре, это пятый спектакль на грантовские федеральные деньги, я всегда приглашаю. Первые четыре были из Москвы, а сейчас вот я решил, вспомнил своего, он постарше, мы тогда в Тбилиси поехали, актерский факультет, карачевская и теркесская студия, мы поступили на первый курс, а абхазская студия на четвертый курс, последний. И вот через коридор, дверь в дверь, мы жили год с абхазами. Они через год уехали, ну, мы дальше. И там был такой Валерий Кове, ну, его Зурик называли, почему-то там друзья так танцевали. И он стал потом очень именитым режиссером, который ставил там во Франции, очень часто приглашали. И так получилось, что когда я поехал поступать в ГИТИС на режиссерске, мы столкнулись. Он закончил, а я поступаю. Я хотел выйти на него, что-таки как-то, да, он очень дорогой, скажем, режиссер, но мне хотелось все-таки с ним столкнуться в хорошем понимании этого и как-то вытащить его. Получилось, что он немножко приболел и немножко, в общем, он не очень в хорошей форме оказался физической. Все-таки время берет свое. А мне говорят, а у него есть младший брат, Адгур. Тоже хороший режиссер, ставит по всей России. Я выхожу на него, и вот я сказал ему, так же, как и вам, он говорит, да, 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 да. В общем, начали выбирать, что будем ставить, хотелось бы классику. Но давайте откровенно говорим. Вся, понимаете, проблема сегодняшнего нашего театра – это кадры, кадры вопросов. Особенно мужская половина труппы. Стыдно признаваться, но пять актеров всего мужчин. И мы умудряемся ставить, как и Шекспиров, и Мольеров, и Островского, и Чехова. Что делать? Что делать? Очень просто. Надо просто обучать людей, посылать. В тот же ГИТИС, тот же ЛГИТНИК, так называемый Ленинградский институт театра музыки и кинематографии, да, это Санкт-Петербургский. Есть Ярославский театральный институт. Я понимаю, есть опасения. Очень часто бывает, что они выезжают, поступают, и многие остаются там же или там куда-то распределены. Да можно при желании, можно с ними такой договор составить, контракт, вот как раньше было. Отработать должен, три-пять лет, не знаю сколько, потому что их обучали. Это можно? Мне просто задержало, обидно. Смотрите, в Нальчике есть северокавказский театральный, не театральный, он культурный институт, культурный искусств называется. Там преподают актеры Кабардинского и Балкарского театра. Ведущие, хорошие там, или режиссеры, преподают актерское мастерство. Там отучились наши уже. И Абазинская пару раз, две студии, Черкесская, Храчайская. Там нет русской студии. Вот национальные кадры там обучаются. Ну что получается? Но кабардинские и балкарские студенты не там учатся, а учатся в ГИТИСе или в ЩУКе. Они посылают театра туда, а мы посылаем к ним. А почему? А зачем? Если они могут, почему мы не можем? Просто стоять на берегу и говорить, нет, сегодня вода мутная, она или холодная, ходить по траве никогда не научишься. Зайди один раз и ты поплывешь. Мы как бы, все знают, что это плохо, а никто как бы не решается предпринять нужную какие-то меры. Если рядом есть весь Северный Кавказ, Эдгей обучают в Санкт-Петербурге, честно я вообще не говорю. Видно, что это ваша боль. Ну конечно, ну как без, вот если перевести на спортивный язык, без подготовленных футболистов можно выиграть Европу, там что-то еще, не знаю. Понимаете, нельзя все время, вот и вот приглашают легионеров со всех стран, особенно африканских, Кения, не Кения и так далее. Вот в этом вся проблема. Если не решится кадровый вопрос и режиссеров, и художников-постановщиков, и заведующих постановочной частью, и, конечно же, актеров, вот так и будем маяться ходить, то оттуда, то отсюда, там, с училища кого-то какого-то подтянуть. Вот так и будем ходить. Нельзя быть, эта профессия, как и медики, и все прочее, она, профессиональный человек, талантливый человек должен быть, должен иметь школу. Нельзя, любовь вытащили, и нас, что он завтра покажет. Вы режиссер с колоссальным опытом. Я хочу узнать ваше мнение о современной режиссере. Что касается вот сейчас современных постановок, часто бывает все очень такое интересное. Даже на сцене звучит ненормативная лексика. Как вы к этому относитесь? Вот сейчас один из, то, что называется, на слуху фамилия есть, Сергей Женовач. Это в театральном мире, в московском, вообще российском, он сейчас доминирует. Это мой однокурсник. Сейчас я был на съезде своих театральных деятелей, когда Калягина, значит, вместо Калягина пришел Машков. Вот он. Я его считаю, не потому что мы вместе там учились, друзья и так далее, его хорошо знают, он современный, знаете как, почему? Он не уходит от традиционности вообще изначальной. Это не значит, он Кандова, бытовые какие-то, он любит очень островского ставить. Это для меня, например, это большая проблема. Островский, для меня, кажется, такая длинно, какие-то скучные персонажи. Я посмотрел сейчас у него. Это очень легкие комедии. И причем он не переодевает их в современные какие-то. Нет, как есть, как есть. И это я понимаю, но у них другой диалог, у них другие подтексты у актера. Они очень, вот подтексты очень важны для актера. Текст, он один и тот, играют разные люди. Кто-то Кандова говорит, сидишь и скучно тебе, а как-то так скажешь. Помните, знаменитая, на дне играл, значит, Евстигнеев. Там у него знаменитая, значит, фраза «человек, это звучит гордо». Это гордо. А он спросил, он не утвержден, что «человек, это звучит гордо» и все совсем другой смысл. Совсем другие, эмоциональные какие-то, ассоциативные, вообще искусство ассоциативное. Мы начинаем по-другому смотреть. А что касается вот этих, вы знаете, еще раз, я не консерватор, там, это самое, вот, наше время. Нет. Но менять специально, вот, казалось, тоже нашумевший, ну, есть ревесер один московский, который выпускает вот просто голых актеров, актрис, во фраках, и они играют кого-то не знаю чего. Просто обыкновенно голые люди. Во имя чего? Что это? Что это дает? Это вот Макрон, который открывал Олимпиаду. Ну, и что самоцеление, лишь бы люди ходили. Не в этом назначение искусства ведь. Там ходить того или нет. Вот я всегда придерживаюсь одного. Театры, можно сделать все, можно делать все, кроме, ну, это, чтобы не было. Но, кроме скуки и пошлости, вот две вещи, которые не должны быть на сцене. Остальное твоя фантазия, игра актеров, воображение, я знаю, свет, звук, костюмы, человек приходит на праздник. Вы неоднократно сказали о том, что у вас есть ваши люди, постоянные поклонники вашего театра. Ну, вот даже их, ну, не говоря уже о тех, надеюсь, людях, которые будут приходить к вам в театр, чем порадуете? Вот мы никогда не ставили местных авторов. Вот местные дарматургии. Не потому что мы игнорируем, но, к сожалению, это тоже так, это профессия дарматургии. Пиши еще много, романы, там, стихи, там, повести и так далее. Но Лев Толстой не мог писать пьесы. Ну, есть там, и свет, и свет, и свет там такой. Он не знал, как закончить пьесы. Это не его. То есть, это не его, это отдельная профессия. Закончили, я знаю, профессиональные сценарные курсы при Московском литературном институте Минегорького, два человека. Это Белял Аппаев, а раньше Мусаб Ачаев. Я с ним очень дружил, хоть он старше был. Это выдающийся писатель. Вот в этом году был юбилей, и никому в голову ничего не пришло даже. Это выдающийся. Его так ценили и Хасин Кулиев, и Расул Гензатор, и все, кто с его творчеством знаком. Я очень хочу по его рассказам или по повестям. У него есть переводы, есть у него свой спектакль, пьеса, которую мы ставили на карачаевском. Я играл, «Аймуш» называется они. А он очень много переводил. И Лопеда Века, он переводил классиков на карачаевский язык. Может быть, почему церебрят люди? А почему? Ну, в общем, взять, быть человеком. Я хочу со своими друзьями в Москве переговорить. Есть люди, которые могут это в рамке драматургии ввести и поставить.